Добрый день! Сегодня у нас завершающий брифинг от нашей компании на этой неделе. С вами у нас Архив Фандрей. Сегодня прямо сейчас говорим про технический анализ, технический взгляд на рынок, что можно купить и продать в ближайшей перспективе. Или перспективы, может быть, несколько более отдаленной. Вопрос, пожалуйста, задавайте сейчас право внешнего угла вашего экрана, запись смотрите на ютубе, адрес на ваших экранах. Сегодня у нас на поездке дня нефть, черное золото. Ну и собственно все, что с ним связано в том плане, что голубые наши фишки. Перед вами график стабильного бренда. 109,5 долларов за баррель сейчас торгуется. Ну и в общем-то уже достаточно давно ограничен снизу уровнем 107 долларов за баррель. Ну там 107,20. Да, скорее 107 долларов за баррель. И сверху верхняя граница у него 112 долларов за баррель. То есть в 5-долларовом диапазоне цена движется уже достаточно давно. Можно сказать, что с середины сентября. Ну вот фактически оборудовался коридор. И те выходы, которые у нас до этого были, они фактически не значительные. И цена, скажем так, нашла свой эквилибриум, свое равновесие. Поэтому приверженцы классической экономической теории должны быть счастливы. Так, что еще по этому поводу могу сказать? Ну, график, который вы видите у себя на экранах практически полностью повторяет фьючерсы на форте. Хотя это не фьючерс и форте. И по сути можно отметить, что покупка при пробитии верхней границы, продажа при пробитии нижней. 5-процентный коридор все-таки, ну не прошу прощения, 5-долларовый коридор. В процентах это будет чуть поменьше. Достаточно широкий диапазон. И тут скорее, если проверять нефть на начало какого-то тренда, то это покупка при проколах и, соответственно, короткие внутренние стопы. На парочку процентов. Потому что нефть у нас любит достаточно часто выходить из ДКВК долго. Если мы обратимся на историю, то времена были, моменты, когда неоднократно у нас пробивался канал и вверх, и вниз. Ну вот хотя бы, да, февраль-март возьмем. И вниз у нас хорошо ходили, и вверх, и верхней границы пытались пробивать. Но все-таки, если движение себя находит, то оно, как правило, значительное. Да, легкие выходы из эфилибриума могут быть. Могут быть какие-то действия крупных участников для сбивания стопов. Более мелким, но в итоге все заканчивается, как правило, хорошим трендом. Поэтому в данном случае вот такие вот пробы пера на пробитие локальных минимумов максимумов, я считаю, будет сейчас наиболее уместной стратегией. Так, что касается наших блоговых фишек, давайте поговорим. Лукойл. Лукойл у нас около своих локальных максимумов, да, нефтянку у нас в этом году зажигает. Ну вот, в общем-то, 2045 рублей за одну акцию. Чудо годового не дотягивает 2085. Так, ну, по сути, это очень сильный уровень. В рублях, может быть, это не столь видно, но если мы с вами, например, приключимся на доллары и будем исходить из того, что все-таки на нашем рынке основную погоду делают иностранцы, которые ориентированы именно на долларовую стоимость бумаг, то тут картина проясняет достаточно четко. Сейчас у нас цена находится около 66 долларов за одну штуку. И вот, собственно, тот CHI, на которых она сейчас находится, они здесь очень четко прослеживаются. То есть на максимум и пока не... Ну, как бы, в принципе, могли бы чисто технически пробить, но, как видите, пока стабильная нефть, я бы воздержался от каких-то покупок у Койла в надежде на дальнейший рост, если, конечно, там какого-нибудь корпоратива сурового не выйдет, как у нас в последнее время было с нефтью, из гаммоканера и с кинкель. Так что попытки на пробитие, я считаю, нужно проводить вместе с ориентацией с ценами на нефть. Ну, а, собственно, для коррекции тут диапазон более широкий. И так как нормально скорректироваться в рамках хорошей коррекции, можно процентов на 7 от текущих уровней. Конечно, ориентиры входа можно выбирать, скажем, минимум от вчерашнего дня, ну, или минимум текущей недели. Тут они достаточно хорошо прослеживаются. И от этих значений у нас тут сколько получится? Так, ну, процентов 5, да. Ну, 5 процентов коррекции еще можно как-то рассчитывать. Ну, тут, скажем так, круг не бросишь, процент – это максимальный стоп, который можно в этом случае себе позволить. Ну, или дождаться, пока коррекция кончится, и дальше уже закупаться на развороте, используя более консервативную стратегию без всяких комплеч и шартов. Так, это у нас лукойл. Дальше у нас по плану Роснефть. С Роснефтью все посложнее, поскольку… Так, ну, это опять же у нас в долларах 8,5 долларов сейчас. Стоит Роснефть в местной валюте, то есть в рублях. Это, конечно же, 261 рубль. До годовых максимумов не дотянули совсем чуть-чуть. Так, сколько это получается в 20%? Ну, 5% до годовых максимумов не дотянули. И, в принципе, даже без роста цен на Роснефть может это сделать. Потому что бумага сильная и хорошие корпоративные новости. Как раз, видите, вывели ее из каких-то вялых аутсайдеров, которым она была в течение всего года. Такая была достаточно волатильная, сильное движение было не поймать. Вот такой хороший тренд. Но от технического сопротивления мы выросли уже на 20%. Конечно, такие движения сложно прогнозировать. Но, тем не менее, радуюсь, что наш рынок еще способен на такие хорошие всплески. Поэтому пока по рекомендациям Роснефти я воздержусь в лучшем случае или дождаться достижения максимумов и оттуда уже присадить, или, соответственно, подождать несколько развития событий и, собственно, уже присадить от того, что будет. Поэтому сейчас Роснефть я бы рекомендовал быть вне рынка, и кто, естественно, ее не купил в начале хотя бы декабря этого года. Более интересная картина по Сургуту. Сургут у нас подошел к бывшей поддержке. Теперь это стало сопротивлением 27,5 рублей за одну акцию этой компании. Тут же 200-периодная строящая средняя, что не может. Что не может не радовать. При пробитии наверх этого сопротивления, ну, тут, кстати, сопротивление-то хорошо очень прослеживается. Во-первых, бывшая шея головы с плечами. Во-вторых, тут вот, скажем так, на утреннем предторговом периоде тоже сделка была какая-то непонятная на 27, так, на 27,67. Да, и, в принципе, сюда же мы пришли просто такого вот умеренного достаточного роста, насколько мы тут выросли. На 5% подросли и встали. Поэтому как ориентир на покупку от 27,70-27,90, чуть повыше, да, там с запасом, то можно иметь в виду. Тем более, что относительно других бумаг и того же «Лукойла» и «Транснефти», прошу прощения, скорее, «Транснефти» и «Роснефти», в общем, относительно всех «Лукойла» и «Транснефти», так, 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 «Сергут» у нас недокуплен и, в общем-то, цель у него может быть там на 10-13% выше как раз до уровня QE, который мы сейчас наблюдаем. Бумага достаточно стабильная, интересная и думаю, что у нее неплохие перспективы могут быть, поскольку, ну, да, относительно других бумаг, она недокуплена. Так, ну и «Транснефти». Давайте посмотрим. В общем-то, идем по прямой вверх, только вверх. Уже давно на бумаге не было каких-то серьезных коллекций, мы переписали все, да, все годовые максимумы, но давайте… Да, ну, сейчас на исторических максимумах бумага находится. Согласитесь, что в условиях такого пониженного спроса вообще на российские акции на нашей бирже, это результат исключительный. Ну, тут, во-первых, это можно расценивать двоярко. Первое – то, что бумага перекуплена и в ближайшее время ей идти вниз с достаточно хорошими темпами. Но, с другой стороны, объем этот и средний. То есть кто-то просто накапливает портфель и при распродажах, ну, вот как мы, например, видели в июле, да, при каких-то проколах чисто технических, ее очень активно выкупают. В июле такой был проколок красивый. И вот в ноябре, если посмотрим именно на поведение покупателей на каких-то именно трендовых сигналов, таких хороших, должны были бы сработать сигналы продавцов. Мы видим, что они дают бумаге падать. Покупать тут уже поздно, шортить рано, поэтому кто в бумаге, я бы, конечно, рекомендовал в ней оставаться, но кто в ней в бумаге, по большому счету, было бы неплохо дождаться коллекции. Но там надо покупать на пробитии локальных максимумов, только если небольшим объемом. Хотя, с другой стороны, если мы сейчас посмотрим, бумаг как раз у нас на максимах сентября, то есть на максимах этого года находится. И с технической точки зрения, если ориентироваться на прокол хая, то цена как раз нормальная для покупок. Так, давайте в долларах посмотрим. Ну, в долларах, да, ситуация несколько менее. Да, ситуация несколько менее однозначная, потому что вот мы находимся на своих максимумах. 10-11 год и 12-й, собственно, как раз этот уровень в 7,1 доллара за акцию. Мы сейчас находимся. И как-то особых таких подвижек на сильное преодоление этого максимума я не вижу. Поэтому пока не стал бы рекомендовать покупать эту бумагу, поскольку, да, она на своих максимумах. Ну и, собственно, критичных объемов на пробитии нет. Хотя, да, и падать тоже не хочет. Так, ну вот, в общем-то, все бумаги основные мы посмотрели с вами. Так, слушаю ваши вопросы. Вопросы по Газпрому ВТБ и Сверстали. Ну, ВТБ и Сверстали мы вчера так же, как и Газпром обсуждали. Давайте про Газпром еще раз вспомним. Газпром на самом деле красавец сегодня. Вчера хорошо его закупили. Большое движение, большие объемы. Хорошо смотрится. Хорошо смотрится наверх. Сегодня тоже на фоне всего рынка плюсует. и вот цель, которую я до этого обозначал, где-то на уровне 160 должен прийти. Поэтому, да, для покупок среднесрочных очень хорошая бумага. ВТБ. Так, это у нас Лондон. Так, это у нас Москва. Потенциально, вот верхняя граница текущего боковика, который с мая у нас продолжается, 6 копеек. То есть, одно от текущих уровней сколько получается. Ну, процентов на 10 еще может подрасти. Хотя, если мы посмотрим на Лондон, я сейчас обратил внимание, на динамику бумаги на LSE, дошли практически до своего хорошего сопротивления октября. И тут, собственно, затормозились. Поэтому, если вы не купили его раньше, то я бы рекомендовал вам ориентироваться на бумагу ОТБ именно хайов на Лондоне. У нас это, скорее всего, будет проходить позже, и момент уже будет упущен. Поскольку, если мы обратим взгляд на наши бумаги, то текущая цена будет чуть подальше от максимума, чем на Лондонской бирже. Ну, тут видно, да, это хай уже на этом уровне, но эта цена еще далеко от него. Поэтому смотрим на то, что у нас происходит в Лондоне сейчас. С одному взгляд это, ну, не только на мой взгляд, положение бумаг там более репрезентативно отражает сущность, чем на нашем рынке с вообще оборотами на уровне пола. Так, про Северсталь я уже говорил. В принципе, потенциал до локального максимума 7%, но вполне возможно коллекция, видите, 200-периодные средние откачали. И я бы, если бы покупал Северсталь, то покупал бы небольшим объемом. Так, мне кажется, сейчас на рынке есть другие, более перспективные с этой точки зрения бумаги. Тем более волатильность тут и Intraday, ну, вообще для постановки стопов достаточно большая. Так, и фьючерс на индекс РТС. Ну, тут, в общем-то, на самом деле ничего интересного нет. На максимум втолчемся. По большому счету, я думаю, будем ждать сегодняшних американцев. Закроемся на, наверное, мой взгляд там, где и начали. Может чуть перепадем, но я думаю, что все, кто хотел продать, уже продали, сделали это с утра. Хотя технически, да, у нас фьючерс на индекс РТС пробивает локальный максимум, и это хороший сигнал на продолжение тренда, ну, с точки зрения классического анализа, который, в общем-то, не дает встать на пути паровоза. Поэтому шортить я пока его однозначно не стал. Ну, покупок тоже ориентация давать. Так, сейчас давайте посмотрим 60 минут на график. Сейчас график подгрузится, посмотрим, что там. Да, шортить не стал бы однозначно, но, как я уже сегодня упоминал, вот этот минимум мы еще можем пробить, потому что минимум четверга переписан сегодня не был, и это не характерное поведение для фьючерс на индекс РТС. Когда остаются такие не переписанные минимумы на пару десятков пунктов, то, как правило, цена чукает вниз. Так что вот, ну, среднесрочно я пока смотрю в перспективе наверх. Собственно, то, что нам показывает рынок. Если не покупать, то хотя бы держать. Ситуация нам пока позволяет. В принципе, вот из основного все, что я хотел вам сегодня рассказать и показать. Спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами. Рад был всех вас видеть. Я думаю, что в понедельник меня уже замените Елена. Точнее, Елена вернется, как обычно, к вам. Хорошо отдохнуть вам на выходных. Берегите себя. Всего хорошего. И встретимся в следующий раз. До свидания. Хорошего окончания недели. Спасибо.